Баскетбольная команда Самара в спортивной иерархии губернии занимает особое место. В минувшем сезоне баскетболисты дебютировали в высшем европейском обществе, но выступили не совсем удачно. И вот сегодня стоит задача создать новую команду, которая по плечу покорения новых европейских вершин. Еще совсем недавно финансовое положение Самары было одной из самых благополучных в лиге. Именно это обстоятельство позволило самарским баскетболистам занять место в так называемой «большой тройке» ведущих клубов страны после ЦСКА и Саратовского автодора. Дважды за последние три года самарцы завоевывали бронзовые награды чемпионата России. И вполне естественно от них ждали успешного выступления в Евролиге. Но дебют Волжан сложился неудачно. Экономический кризис больно ударил по бюджету клуба. Розовые мечты остались невоплощенными в жизнь. Получилось, как у нас в пословице русской, первый блин комом. Но я думаю, что это был большой урок и для нас, как организаторов спорта, и для команды Самары дебютирования, дебют в Евролиге. Но потом это был большой праздник. Мы увидели, что такое лучшие команды. Мы теперь имеем определенный опыт и знаем, что мы в любой момент можем играть в Евролиге, получив, купив, имея возможность купить трех-четырех игроков Еврокласса, имея такую хорошую базовую основу, как у нас в баскетболе. Только одну победу одержали волжане в Евролиге, лишившись на финише не только американских легионеров, но и других ведущих игроков. Это не позволило всерьез задуматься о медалях чемпионата России. Самара в итоге заняла только шестое место, выбыв из числа соискателей на награды первенства. В минувший турник ведущие игроки команды, вернувшись из отпуска, прощались со своими верными болельщиками. Самару покидают те, кто долгие годы верой и правдой служил самарскому баскетболу. Виктор Мальцев, Андрей Долапчей, Игорь Грачев, Денис Петенев и другие. Идет естественная смена поколений, причем не от хорошей финансовой жизни. Нам удалось все контракты заключить таким образом, чтобы обязательства перед ними могли выполнить 100%, а не так, как получилось в прошлом сезоне. Контракты были заключены в условных единицах, то есть в долларах до кризиса. И мы их выполнили бы, если бы не произошел дефолт 17 августа. То в этом году, скорее всего, такого не произойдет и нам удастся сохранить климат в команде такой рабочей, боеспособной. Команда практически заново создается, заново. Какую задачу вы будете ставить перед ней? Я думаю, что задачу мы поставим ближе к сентябрю, потому что мы сейчас не знаем, как укомплектованы другие команды. Очень много игроков уехало за рубеж. И реальные задачи. Но мы будем стараться быть в тройке. Но если, допустим, другие команды укрепились с зарубежными игроками, потому что лимита игроков иностранных нет, это будет ближе видно к сентябрю месяц. Но тем не менее, я хочу сказать, что мы будем делать все возможное, чтобы команда была в тройке призеров. Сегодняшняя презентация команды – это шоу или это, так сказать, часть воспитательной работы, скажем так, с болельщиками, со зрителями, со спортсменами? Понятно. Мы просто хотели совместить и то, и то. Во-первых, мы давно уже баскетбола не было, с мая месяца люди соскучились. И вот увидеть новую команду, я думаю, было бы интересно. Во-первых. Во-вторых, мы хотим показать новый состав команды на будущий сезон, насколько обновился состав. И то, что вы сказали, мы хотим, чтобы новая команда была более сплоченной, чувствовала единый дух, что здесь люди хотят объединены единой целью, чтобы в Самаре был нормальный, хороший баскетбол. Так получилось, что день прощания с ветеранами и презентация обновленной команды совпал с событием знаменательным. Игрокам были вручены бронзовые медали за сезон 97-98 годов и за третье место в чемпионате Суперлиги в минувшем сезоне. Честовали команду, пригласив верных болельщиков, спонсоров и журналистов. Была по-настоящему праздничная, добрая и теплая атмосфера, которая никого не оставила равнодушным. И было чуть-чуть грустно расставаться с игроками, которые решили продолжить свою карьеру в зарубежных клубах. Кстати, это тоже традиция команды проводить вот такие двухсторонние игры, когда на площадку вместе со звездами Самары выходят и руководители клуба, и спонсоры, и журналисты. Нашлось место в команде «Синих» и представителям ГТРК «Самара». А за команду «Белых» играли спонсоры во главе с президентом авиакомпании «Самара» Александром Козловым, который, кстати, был на площадке однюдь не статистом. Борьба между «Самарой-1» и «Самарой-2» оказалась на редкость упорной. В составе «Синих» блистали Камо Пагасян и Игорь Грачев, у «Белых» Андрей Долапчи и сапкор советского спорта Михаил Шпинков. Первый тайм завершился с небольшим преимуществом «Самара-1». Кому пришла в голову идея проводить такие встречи? Ну, сейчас трудно вспомнить, потому что мы это проводили и раньше, еще два года назад. Но вот с приходом в «Силих» атмосфера в команде была другая. Он все-таки тренер заслуженный, ему видней, как проводить подобные мероприятия. Поэтому в прошлом году так получилось, что мы не проводили. Вот, ну, и может быть совпадение, что результат такой в итоге в конце получился. Вот я считаю, что команда должна формироваться до чемпионата, создаваться какой-то психологический климат. Да и болельщики должны знать, какая команда их ожидает. Поэтому я думаю, что это будет традиционным. У нас, как вы знаете, еще турнир Приматова ожидает в конце августа. То есть мы должны перед чемпионатом показать команду лицом. Поэтому, в общем-то, идея эта пришла и Борис Ильич с приходом его. Много мы обычно обсуждаем такие вещи. И все мы едины в одном, что должен быть коллектив. И делаем все для этого возможное, чтобы как-то создать такую атмосферу, работоспособную, трудолюбивую на тренировках. Чтобы и пример молодые игроки у них брали. Сегодня вы увидели, что называется, баскетбол изнутри. Вот как вы, ваше ощущение, насколько, так сказать, команда, вот сейчас новая команда, обновленная команда, способна решать? Я понял. Ну, вы заметили, что здесь достаточно много знакомых нам лиц. Это и бывшие игроки нашей команды, и игроки, которые играли в других командах. Плюс в чем, эти ребята молодые, перспективные, с хорошими данными. И они еще не потеряли свои амбиции. Предыдущие, вы знаете, там заслуженные, перезаслуженные. Они уже много увидели, большой опыт у них работы. Им хочется чего-то большего. Этим ребятам нужно еще себя показать, и у них такая возможность есть. Вот это большой плюс. И тренеры у нас, люди амбициозные. Мы хотим показать зрителям баскетбол боевой. Не всегда нам удастся побеждать, но мы должны показать, что мы любим, хотим, и будем показывать хороший баскетбол. А вот что сложнее, играть на площадке в баскетбол, или все-таки руководить баскетбольным клубом? Ну, понимаете, я вот лично для меня баскетбол, это как бы способ как-то отвлечься от ежедневных проблем. А для них это работа. Моя работа, чтобы это все было. Я получаю одинаковое удовольствие и от того, и от того. Просто там устаешь психологически, а здесь устаешь физически. Во втором тайме борьба шла очко в очко. И к удовольствию болельщиков баскетбольное шоу завершилось в ничью. 67-67. Я 30 лет почти держал баскетбольный мяч в руках. И вот сегодня с удовольствием откликнулся на это приглашение. Испомнил те юные годы, когда мы играли. Вы думаете, такие встречи с командой нужны? Я думаю, что да, обязательно. Потому что это, во-первых, хорошая подпитка игрокам в моральном плане. То, что психологический поддержатель. Но и для нас, спонсоров, это возможность понимания той работы, которую они делают на площадке. Так что я думаю, я всегда с удовольствием буду участвовать. А как вы думаете, результат в этом матче так важен? А вот результат, видите, ничья. Не важно. Главное – участие. Итак, ветераны покидают команду, их места занимает молодежь. Именно с этого баскетбольного праздника новое поколение Самары начало подготовку к новому сезону. Как видите, вы сегодня у нас в команде, в общем-то, много новых лиц. Потому что многие наши игроки изъявили желание перейти в другие клубы. Виктора Мальцева мы сегодня проводили в клуб польского первого дивизиона из города Слупска. И ему предложили там достаточно неплохой контракт. И мы желаем, конечно, Вите удачи в польском чемпионате. И, конечно, сожалеем о такой потере. Мы сегодня, так сказать, проводили нашего бессменного капитана. В то же время мы не оставили позицию наших основных разыгрывающих оголенные. Мы пригласили в команду Олега Тена, известного и самарским любителям баскетбола, и российским. Парень с европейским опытом. Пять лет прожил в Самаре. Два года сейчас поигал в арсенале. И то, что он пришел к нам, мы уже воспринимаем его как самарчанина. Кроме того, в позиции защитников у нас остается Дмитрий Донсков. Плюс мы пригласили игрока сборной Грузии Ираклия Вашакидзе, известного по выступлениям за московский «Спартак» образца 97-98 годов. Надеюсь, что сегодня слова министра спорта Самарской области Заворина Владимира Алексеевича сбудутся. Он прогнозирует через два года снова приход большого европейского баскетбола в Самару. Время покажет, как сложатся дела у баскетбольной Самары в новом сезоне. Но мы, конечно же, желаем ей скорейшего возвращения в Евролигу. По крайней мере, традиции самарского баскетбола этого заслуживают.